дальше присылает мне мой брат я радуюсь тем что как перестали платить за это все эти подлые советы перестали платить значит монетизация напрочь исчезла и там исчезли эти то есть уже никто не напрягается а это скорее всего из одноклассников вот и вот он мне присылает вот такой вот такой вот материал с грушами беда творится по всей россии бактериальный ожог убивают деревья напрочь даже за один сезон бактерия доходит до штампа и все гибнет у нас по волжье кругом стоят сушники больших деревьев дикий груш пчелки переносят заразу цветков больных и заражает здоровье чем больше дерева тем меньше шансов его спасти так что расскажите лучше про перспективы выращивания груши перспективы нет как же так и тут же перспективы нет у нас груша наращивает так по всей россии человек пишет да ну давайте так то есть я хотел чтобы я это все прокомментировал ну когда-то у меня есть особая папка а там ответы на вопросы на любые ведь когда-то все десятка раз это повторял я прямо туда скопировал если коротко груши культурные они южные в холодной россии заболевают сразу сразу я еще не говорю про это про бактериальный рожок нет почему понятие посадки на холм до сих пор почти нет груши а да я хотел своими словами а вот они начинают сопривать на уровне земли сразу если там сыра есть еще и углубление чашеобразной почве вот если заглубленная корневая шейка если конкретно груши геноме сухая родина сухая переехала более холодные сырые места а нам показывает только листья которые заболели а по диагнозам рожащина то есть я отвечал на вопрос про жарщину а сейчас мы говорим о бактериальном раке по диагнозам рожащина это была похожая тема подвижности десяток якобы грибных болезней а таких болезней природе не существует омертление веток штампов и листьев причины выше вот то что я говорил и только потом трудяги грибы лишайники мхи начинают свою очистительную работу их нельзя ненавидеть их нельзя травить и бороться с этим с помощью ядов это отравление самих садоводов отравление почвы отравление еще возможных плодов деньги труд на ветер значит это касается это яблонь груш помните почему я так говорю вспоминаем значит неудобно же как раз за разом показывать итак доктор ну пишет посадка яблонь запитая груш и делает большую яму с бортиками поливает все и садит саженец такую коллегу я таких коллег ну то есть там прям к почкой вот такая вот росток и рядом ну как положено отрезанный дичок смотрите соотношение ростка и раны в основании вот такая вот и это все мы проходили почему я говорю потому что не знают мы в данном случае груша надо бы по хорошему вычленить чтобы не было но откуда человек который допустим ставить диагноз бактериальный ожог да похож на ожог то есть но на самом деле это работа смертоносных бактерий мы центре сибири пережили дикий многолетние 5-7 лет ужас это была бактериальная болезнь и никто не осознал и тут и не на председатель союза садоводов абакана и железов этот самый металлург только мы двое боролись этим караул спасайте где эти самые все эти надзоры сколько можно привозить больные эти деревья сибирь с этого тысячи километров с юга наверное смерти вот по заражали все надо найти надо лабораторию все похер даже назову это слово по херу вот один раз сорвалось не два раза по херу вот и не выступал три или четыре раза по его на кабаканском радио его показывали махал руками он час-два все это в черном цвете да сколько можно да они же дают ответы и там в этих самых органах никто ничего по его словам не понимать это все было пережили сейчас-то я бы не стало мой сад цел я вам показывал но я же и поколение за поколением я же закреплял эти то что называется иммунитет я успел проскочить а у меня же до этого сожгли в 2005 году второй пожар восьмом сожгли сад на острове а если бы я все эти годы занимался бы промышленным садом но не стал бы я селекционером ну значит мертвым был бы я нисколько не сомневаюсь потому что это было первое поколение сейчас будет четвертое пятое я ничего не боюсь а с грузами что получается если бы сразу вот допустим посадка на холл семечко вот так заглублено если семечко начинать да вот никаких этих ям дурацких никаких штампов как и сакова ведь даже не поняли какой страшный вред нанесли ведь тысячи людей смотрели ваше этот самый комментарий молодое дерево 7 лет не плодоносит груша надо было такие ветки в основании штампа отрезать придумать такое а штамп не нужен почему потому что и этот не нужно проходит время вот это искусственная форма видите изувечина и по извините еще раз покажу его увидели два миллиона на данный момент может быть уже два с половиной миллиона людей которые поверили поливкина она не садовод она только языком умеет и выбирать фотографию из интернета и вот она выбрала эту фотографию она из интернета я в интернете нашел вот и там было ее вот эта фотография 20 миллиона людей просмотра вставлять и вот она показывает вот это чешообразная форм запомните груша имеет форму пирамидально еще раз приходит время это моя фотография то моим саду приходит время и она начинает плодоносит и раскрывается сама без единой раны и может быть бактериальный ожог то и не причем понимаете вот я к чему кланим все время бактериальный ожог возможно вообще не причем или возможно встречается в десять раз реже сто раз ну положа руку на сердце ну вы увидели что такое бактериальный ожог вы наберете и увидите там сотни тысячи а написано будет там миллион даже этих самых и все фотографии бактериальный ожог и вы видите везде пожухлые листья 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 больше ничего и кто сказал что это бактериальный ожог когда было то что я назвал я садовок любитель я назвал когда началась массовая гибель бесчисленных десятков сотен тысяч абрикосов я был по всей центральной сибири по всей центральной сибири все исчезло я потом трагедия заставила меня 60 раз за два года съездить в абакан а я всего лишь как сапир я ходил по рынку я смотрел на рынке оставались только ранетки куда делись роскошные яблоки куда а вот туда все было искалечено а искалеченное уничтожено понимаете вот все вот эти выдумки а на самом деле я это назвал про яблони это назвал мне еще говорили это рак рак ребята я говорю только со своей колокольной я могу не могу знать больше науки но то что я вижу я вижу под за это рано бывает страшная рано в эту такую рано вот и это я вижу вот они уже там пупырышки вот оттуда это самое высыпется это самое на семечки эти самые в общем семена уже грибом грибом подчеркиваю вот высыпется да я вижу что это обыкновенно грибы чаще всего это гриб трутовик вот я еще буду показывать я все коллекции готовы вот чаще всего гриб трутовик и я смотрю год два два три пять уже дерево старое она сидит и никому не мешает ветка искалеченная она ее все облепила наш белая от от грибов вот а рядом здоровая ветка и ничего туда не перелазит и ни один гриб ни одной клетки это мое мировое открытие ни одно ни один гриб из триллионов триллионов не съел ни один это то есть не так далее не съел ни одной из триллионов триллионов клетку живой ткани понимаете а сейчас народ и я это сказал да массовая внезапная гибель тысячи может быть даже несколько миллионов всего яблони пострадал умерла да вот грибковое заболевание не причем название рак это самое нельзя применять черный черный рак грибуное заболевание не такое страшное повреждает дерево которое уже в возрасте а бактериальный рак тут я разъел руками я только одно говорю ребята не колеси деревья не уменьшайте иммунитет вот а когда дело дошло до вот этих самых вот это вот видите видите вот здесь чаще всего чаще всего где-то статья ну это не статья это это грушами беда по всей России видите как страшно написано ведь уже уничтожены вишни я называл причиной почему по всей россии вишни уничтожены добрались до груш они не знают что даже на ровном месте несколько лет снивает устояние груш на родине историческая груша я уже который раз говорю надо орать на историческая родине груши вырастили себе пирамидальную крону за миллионы лет за миллионы лет она такая есть по жизни особенно сердца привитая до ветка выравниваем боковые это делаем дерево там она немножко вот такая но природная форма вот ее надо умудриться сохранить даже у привитых деревьев под грушей кипит жизнь нижние этажи нельзя ее прорежать вот это вот такая дикая глупая глупость это страшно это смертельно это подло вот это вот это такая подлая подлость вот это самое главное я их не могу обзывать неудобно они искренне верят что они учат людей когда поливкина искренне верит вред дичайший а потом ой груша заболела ой бактериальный рак а кто анализ это делал а наверное если бактериальный рак раз у яблоня это случилось но учите когда случился то что я назвал бактериальную раку яблонь страшная трагедия незамеченная наукой потому что они вообще никогда не замечали что у нас лучшие сады в россии у нас абакан минусин сианогорск даже этого никто не заметил никогда я имею ввиду с высокой трибуны чтобы взять пример чтобы посылать сюда экспедиции чтобы не один турсун пулот дускабилов нас это самое отслеживал что один поле не воин хотя умнейший мужик вот а вся страна должна была бы учиться у нас но если бы это был бактериальный рак как здесь написано возможно это он ну давайте начнем с того что нельзя с это даже на ровном месте вот еще раз культурная груша холода россии им не положено в холодной россии вообще быть но если останемся без груш значит что надо в расстройке подвое несколько поколений и наша песня хороша начиная сначала а мои груши нихрена не болеют а урожай предельно а каждый год сколько гниет видели а это что и вот приходит пора груша они умнее нас они умнее вот этих полипкиных груша сама сама ее не надо учить и к сожалению новый канал который на моем экране не знаю как где усадьба заменил этот опять десять двадцать тридцать обрезок на дереве да еще все на кольцо да твою мать да за что ж ты все это ведь а 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 м а и а